Здравствуйте, компания МИК Кредит, Бочкарев Василий Юрьевич, отдел выездного взыскания. Документы по вам переданы на расторжение договора, с вами уже связывались. Ах нет, мы с вами лично не общались, прошу прощения, да? Нет. Смотрите, ситуация следующая, да? У вас текущий долг 23 618 рублей 36 км. Если у вас на сегодняшний день таких средств нету, мы вынуждены будем выставить вам заключительные требования, то есть договор с вами будет расторгнут, вот, и вопросом будут заниматься уже коллекторские агентства. С вас уже будут заискивать сумму, включая штрафы и проценты. Я вижу, что вы до этого к нам обращались, в принципе, брали, отдавали. Смотрите, если у вас таких средств на сегодня нету, да, какие-то проблемы возникли, до понедельника, до 20-го числа от вас должен поступить как минимум один раз в плате. То есть вы средства уносите, по факту зачисления от вас средств две недели от срочки компания вам предоставляет. В противном случае я вам объяснил ситуацию, где только сроки для основного ста критического, критического. Вы меня услышали? Да. А вы с какого отдела звоните? Вы с какого отдела звоните? Повторите, пожалуйста. Что еще у вас в компании Нико Батарёв Василий Юрьевич и отдела выездного вздоскания? У меня же одна задача, либо поставить в ад-гаражик, либо расторгнуть договор и уже решать вопрос. Мне просто один вопрос непонятен. Если вы звоните с отдела выездного вздоскания, почему вы мне вообще звоните? Вы должны выйти рядом со мной сейчас? Прежде чем оформлять выезд в адрес регистрации, в цели выяснения причины неоплаты, мы должны позвонить. Да, если мы с вами договариваемся, смысл нам это делать? Так у вас же есть другое отдел, который звонит, прежде чем вы выйдете. Они уже тысячу раз пугали меня вашими приездами. Я все жду, когда вы приедете. Вы что, боитесь ко мне приехать? Я хочу с вами лично поговорить. А вам зачем это? Вы в добровольном порядке вопрос не собираетесь решать? Вы же отдел выездного вздоскания. Вы непосредственно должны свою функцию исполнять. Вы когда ко мне приедете? Если я фиксирую отказ, да, от оплаты, с вашей стороны, то вы не приедете? С целью выяснения причины неоплаты. Так вы когда приедете-то? Уважаемый, если вы отказываетесь платить, вы отказываетесь платить? Вы мне скажите, вы когда приедете? Вы отказываетесь платить. Вы не надо отвечать вопросом на вопрос. Вы отдел выездного вздоскания. Слушайте название своего отдела. Почему вы сейчас не рядом со мной стоите? Звоните мне по телефону. Вы плохо выполняете свои обязанности. Вы немедленно должны находиться возле меня сейчас и со мной лично разговаривать. Быстро ко мне. Ко мне сказал. Ко мне приехал. Рядом. Ко мне приехал. Выполняй свою трудовую инструкцию, которую тебе работодатель. Где за что деньги платят? Ко мне быстро приехал. Ты из военного вздоскания или ты из какой? Или ты телефонная звонилка? Ты из военного вздоскания или ты звонилка? Кто ты? Ну-ка, определи себя. Я более чем уверен, когда будет оформлен выезд в адрес. Я жду, когда ты ко мне приедешь. Что это за работа у тебя такая? Ты чем занимаешься на работе? Звонишь? Ты кто? Телефонная звонилка? Вок. Стоп, не надо разговаривать со мной. Вы ничего. Вы текст какой-то читаете? Вы что? Телефонная звонилка, что ли? Текст какой-то читаете? Когда вы ко мне приедете? Ну-ка, быстро выполняй свои должностные инструкции. Рядом. Это 19 числа. Чтобы сегодня, через час было у меня. Чтобы через час было у меня, я сказал. Через час, чтобы было у меня час, я время не даю. Иначе я буду ее твоим работодателям, пожалуйста, чтоб не приезжали. Отдел выездов, вздоскание еще называется. Что это за отдел такой? Звонилки у вас там одни, картонные дурилки сидят. Аж 40 раз в данной ситуации вообще не умеет. Ты никакой не выездной. Ты простой телефонной звонилкой, все ты меня обманываешь. Обманщик. Ох, обманщик. Ох, обманщик. Духу не хватит у тебя приехать. Давай через час, чтобы было у меня. Срок. 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 Через час, чтобы было у меня. Срок. Срок. Через час я сказал у меня. Напомните одно. Рядом. Напомните. Звонилка. Все, всегда, все платят. Ты. Звонилка, простая телефонная. Отдел выездного разрешения. Кого ты пытался этим напугать? Ты. Звонилка. Когда ты приедешь? Когда приедешь? Всего доброго. Когда приедешь? Всего доброго. Когда приедешь? Всего доброго. Давай, давай. После 19-го чтоб был. А то прокатишь тут. Да. Налек. Да. В его деньги организацию. Комплекация ФП. Кращенный Горючин формирует записи. По поводу заложенностью. Позайму женок поступил. В этот день находитесь в строчке. 5903 рублей сумма. В чем проблема с оплатой? Проблема. У меня проблема. Какая? Проблема. Тяжелая. Например? Серьезная проблема. Ну, какая проблема? Я даже не могу выговорить название этой проблемы. Настолько она проблемная. Да? Ну, попытайтесь выговорить. Не получается. Мне язык не поворачивается. Да. А деньги наши на что потратили вы? На проблему. На проблему? Да. В среде находитесь? Я смотрю, вы в добровольном порядке не намерены вопрос решать. Я на моем адресе сейчас проживаете? Мой адрес ни дома, ни улица. Мой адрес Советский Союз. Кто у вас по адресу регистрации сейчас находится? По адресу регистрации нахожусь я. Вы их да? Я, да. А вы сработаете? Я работаю за идею. За идею? Да. И идея вас содержит, да? Идея меня содержит и вдохновляет. Еще у вас сутки времени. Вопрос данный решит в добровольном порядке. Что будет через сутки? Имеем право к вам проехать. Будем общаться лично, если вы по телефону не настроены решать вопрос. Значит, будем по-другому тогда. Ну, вы приедете. Вы приедете, а дальше что будет? Будем общаться. По телефону я смотрю, вам слишком весело, правильно? Да. Только вы не забудьте, пожалуйста, скорую сразу вызвать. Зачем? Ну, она вам понадобится. Хорошо. Это как угроза, можно, да, сразу воспринимать? Нет. У вас просто может случайно сердечный приступ от моей проблемы случиться. Я за вас переживаю. Бобом, вы уж сейчас мне расскажите про свою проблему. А я не могу ее выговорить. Она настолько проблемная. Время у вас пошло. Всего доброго. Это у вас время пошло. Здравствуйте. 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 Это общество с ограниченной ответственностью кредит экспресс-финанс. Меня зовут Рогадулов. Сиджио Угурбадмаевич. Он записывается. Митерасевый у вас фамилия, имя, отчество. Вы как научились его выговаривать? По сравнению. По сравнению. Рогадулов Сиджио Угурбадмаевич. Запомнили? Кирша себе. Это да. Крутая. Ну, круто. Честно, круто. Вам надо сразу идти в ведущем работать. Потому что там с разговорки не надо выговаривать. Сразу говорите, здравствуйте. Я такой-то, такой-то. Сегодня у нас в новостях какие-то сводки. Хорошо, давайте по сути. У вас долг перед микрофинансовой компании «Ирлонс Квитко» в размере 1637 рублей 23 копейки. Сумма актуальна 13.07.2020 года. Долгообразован по кредитной линии. Просрочка 52 дня. До 18 июля необходимо оплатить всю сумму. Под запись разговора оплаты гарантируете? Под запись разговора? Да. А что же вы не предупредили, что запись-то идет? Я вам сказал в самом начале, когда пристроился. Нет, там не было такого. Я не слышу. Я такой вашим фамилии, отчество, расслышал. Ну, а что будет, если я подтвержду, что это запись вам даст мне просто интерес? Мы потому что запись передаем вашим кредиторам. Ну, я понял. А, то есть вы вообще отношения ко мне не имеете никакой? Мы калиточка агентства. Так как ты на каком основании вообще обрабатываете мою персональную информацию? Кто он такой прав отдал? Ваш кредитер передал? Он все подобно. Он все подобно. Я ему таких полномочий не давал. Документы вам придут в течение третки рабочих дней, что ваше дело было передано нам. Мне все равно, когда они придут. Так, подождите, вы же сказали то, что вы передадите эту информацию кредитору. Если вам дело передали по закону, да? По уступке правды. Зачем вам тогда передавать данные кредитору? Это уже ваш долг. Ну, согласен. Согласен, вы я оплачу, или нет? Это ваш дом, мальчик. Так, а чего он запись-то это даст? Что? Чего он запись-то это даст? Я не пойму. Куда вы ее будете предоставить? Случай для оплаты мы передаем нашу запись кредитору, и он дальше решает оставлять ваше дело у нас или передавать в суд. То есть я могу сейчас по записи сказать, чтобы они шли нахер, и вы это передадите все? Да, конечно. Ну, передайте просто, чтобы они шли нахер. Хорошо. Всего доброго. До свидания. До свидания. От личности многое зависит. И когда говорят, а чего я один могу? Запомните. И один в поле воин. Если он, человек с большой буквы, владеет знаниями, один очень много может сделать. Не то, что в жизни города, в жизни страны, в жизни человечества. Продолжение следует.